Попробую свести воедино какие-то ключевые вещи, которые говорились в рамках этих четырех дней деловой программы. Наверное, тон задал господин Скобелкин, который крупными мазками на одном слайде показал абсолютно все, что делается с точки зрения кибербезопасности. И, соответственно, дальше каждый из этих элементов был раскрыт в течение четырех дней в докладах представителей Центрального банка и представителей других организаций, которые выполняли те или иные задачи. С точки зрения финтех, это, наверное, такая наиболее была свежая тема. Ее в прошлом году вкратце озвучивали, но вот за этот год прошло достаточно много различных изменений. И если сравнивать с прошлым годом, то есть уже достаточно большие шаги, сделанные в части и мастер-чейна, и СБП, и биометрическая идентификация, о которых, собственно, достаточно много говорили. Понятно, что, наверное, учитывая, что речь идет о регуляторе, какие-то вещи, озвученные в прошлый год, не нашли пока своего отражения в конкретных шагах, в конкретных нормативных актах, либо проектах нормативных актов. Но это скорее будет, наверное, задел на будущее. Вот те знаки вопроса, которые здесь стоят, это то, о чем не говорили в этом году, но упоминали как одно из направлений развития финтеха для Центробанка в году прошлом. Поэтому, наверное, стоит ожидать каких-то новаций в этой части. С точки зрения цифрового профиля я, наверное, много говорить не буду, просто хочу обратить внимание на прозвучавшую из уст Ольги Скоробогатовой фразу про то, что Центральный банк смотрит в сторону повсеместного внедрения СКЗИ класса КС-3, как минимум на уровне канала в связи. Это для многих не то, чтобы было или будет сюрпризом, но заставит пересмотреть те решения, которые вы применяли, потому что раньше во всех документах и в том же самом стандарте прописана из КЗИ была класса КС-2. Сейчас КС-3, поэтому я сегодня утром скачивал последний список сертификатов ФСБ на СКЗИ КС-3. Вот то, что, собственно, там есть, то есть есть из чего выбирать. Многие, наверное, имена даже для многих из вас неизвестны, но выбор есть и достаточно большой в части применения СКЗИ класса КС-3. С точки зрения мастер-чейна, в принципе, наверное, эту тему озвучили как некий такой мейнстрим в рамках финтеха, но практически не было ни одной презентации, где бы рассказывалось об архитектуре этого решения и о безопасности, соответственно, поэтому там много и не скажешь. Единственное, что сейчас там завершаются, насколько я знаю, работы, связанные с сертификацией криптографии для мастер-чейна. Это будет, наверное, на текущий момент единственный и первый пример использования российской криптографии в рамках официального проекта блокчейна на территории Российской Федерации. Упоминался также Marketplace как новое веяние в части выбора и продажи банковских продуктов для клиентов. То есть если сейчас приходится пользоваться различными агрегаторами, в которых выбирать наиболее выгодные банковские продукты, то подразумевается, что будет некая витрина, некий магазин в интернете, где будут сведены воедино все банковские продукты, которые есть у того или иного клиента. Соответственно, про эту тему вообще практически ничего не было сказано, но можно предположить, что уже в этом году появится не только прототип системы, но и определенные требования или рекомендации с точки зрения информационной безопасности. Поэтому как минимум стоит смотреть в направлении безопасности облаков, бигдата, аутсорсинга, то есть части тех нормативных документов, которые у ЦУБ уже есть и которые, возможно, появятся в ближайшем будущем. Тема EBS, она была, наверное, одной из таких наиболее, ну не то чтобы животрепещущих, но наиболее активно обсуждаемых. Особенно там масло подливал в огонь постоянно Алексей Сабанов, который ставил под сомнение все, что говорилось на тему EBS. Те секции, которые были посвящены, были очень живыми. Лично у меня вопрос еще изначально возникал, он, собственно, остался даже после форума, где в стек вообще в этой схеме с их защитой биометрических персональных данных, потому что их не упоминали никогда, ни на одном из докладов, ни в списке нормативных документов, хотя в стек, в общем-то, с защитой персональных данных там должен, на мой взгляд, участвовать достаточно активно. Возможно, как бы косвенно это реализуется через Валентинку от 14 февраля, МР-4, в которой, собственно, прописаны требования по защите, но, опять же, они идут с отсылкой на ГОСТ, а не на требования того же 21 приказа в стек. Поэтому это большой вопрос, потому что в документах вышестоящего уровня, в постановлении правительства и так далее, как раз говорится о том, что защита персональных данных, биометрических, должна в том числе осуществляться с требованиями закона 152 ФЗ, а это в стек в полный рост. Поэтому для меня, по крайней мере, большой знак вопроса остался. С точки зрения предлагаемых сценариев защиты, обсуждалось три сценария. Это облачное решение, о котором, в том числе, говорил ЦФТ. Это типовое решение от Ростелекома и собственное решение, как, например, пошел Тинькофф по этому пути. У каждого из решений есть свои плюсы, свои минусы, свои стоимостные плюсы и минусы, и каждый банк должен для себя принимать решение, по какому из трех сценариев идти. Я немного модифицировал слайд из презентации Ростелекома, потому что, на мой взгляд, там было некое лукавство вот в первой строчке. Там было написано согласование ФСБ. Действительно, проект согласован. Но технически, если смотреть детали презентации, там по многим направлениям, связанным с ФСБ, было написано в процессе, в процессе, в процессе и так далее. То есть законченного решения, которое можно взять и поставить, именно сертифицированного, сейчас почти нет ни у кого. Ну и вот то, что звучало активно в кулуарах, и то, что звучало на секции, это вопросы, где здесь выгода для банков, именно с финансовой точки зрения, и вопрос доверия к ЕБС и к ЕСИА, и вообще ко всей цепочке тех, кто собирает и хранит, обрабатывает биометрические персональные данные. На мой взгляд, четкого ответа на этот вопрос так и не прозвучало. Была очень хорошая цепочка, по сути, своей блокчейн, когда центральный банк переложил на Роскомнадзор, Роскомнадзор переложил на отсутствующую Минкомсвязь, но и в итоге ответа, кто же за это все отвечает, в итоге, если произойдет инцидент. Ну, я, по крайней мере, не услышал, возможно, он существует, но общение в кулуарах показало, что у многих примерно такая же точка зрения, что пока непонятно зачем. Возможно, есть некая перспективная идея для будущих проектов, там цифровой профиль и так далее, и так далее, но вот пока слишком это все как-то быстро реализуется. Но в любом случае, это обязательные требования, как бы с ними приходится, их приходится реализовывать, поэтому возникали вопросы по модели угроз, как по документу, который был утвержден указанием Банка России, так и по реальным каким-то вещам, которые могут произойти. На мой взгляд, этому пункту тоже внимания в явной форме уделено не было, ну, кроме разговоров о том, что эксперты из разных организаций очень долго разрабатывали эту модель угроз, учли все возможные вещи, и в нормативных документах и методических были реализованы, собственно, все меры по нейтрализации этих угроз. Вот, поэтому, как бы, здесь важно сейчас уже активно смотреть в сторону МР-4, Валентинки, 14 февраля, где, собственно, было подробно расписано мероприятие по защите, очень хорошая была презентация у Джита, где, собственно, были расписаны все элементы, технологические участки и требования к каждому из технологических участков, по обеспечению безопасности. То есть, там, буквально за неделю коллеги прошерстили всю эту Валентинку и переложили это на язык слайдов. Получилось очень наглядно, понятно, что необходимо реализовывать. Самое главное, чтобы ни у кого не было иллюзий по поводу того, что купив даже целиком готовое решение, там, от Растелекома, от CFT и так далее, что вы на этом закрываете все вопросы безопасности. У вас остаются процессы, которые должны быть реализованы, взаимодействие с Финцертом, если будут какие-то инциденты с ЕБС, ну и так далее. То есть, это за вас никто реализовывать, понятно, что не будет, поэтому это все равно придется так или иначе делать, ну и, соответственно, закладывать в бюджет с точки зрения реализации этих защитных мероприятий. По линии 382П, ну, этой теме внимания было уделено гораздо меньше, но отчасти потому, что в прошлом году про 382П говорили очень много. Документ, последняя редакция была, как вступила в силу летом, там, многие ее успели там прочитать, и поэтому понятно, что про нее практически не говорили, но вот то, что звучало в кулуарах со стороны безопасников банковских, несколько пунктов, которые вызывали вопросы. Во-первых, методика проведения анализа уязвимости и пентестов, методика оценки уязвимости банковского платежного софта, особенно учитывая, что в стек свою методику повесил на нее гриф DSP. Она не будет нигде публиковаться, и, соответственно, взять ее за основу будет невозможно. То есть каждый должен будет придумывать эту методику, по сути своей, самостоятельно. Отсутствие сертификации ХСМов, которые требуются с 2024 года по требованию международных платежных систем. У нас буквально, наверное, позавчера была дискуссия о том, что в России нет лабораторий, которые могут это осуществлять, и здесь необходима помощь стороны государства, которое должно вложиться в появление такой лаборатории, чтобы не пришлось вывозить ХСМ за пределы России с учетом требований ФСБ, потом ввозить обратно, ну и так далее. То есть достаточно непростой процесс, а времени осталось, в общем-то, не так уж и много до сроков, когда это необходимо было сделать. С точки зрения НКЦКИ ГОСОПКО звучало тоже не очень активно. Единственное, что, на мой взгляд, наконец-то четко был получен ответ, хотя он так или иначе иногда звучал на разных мероприятиях, что, несмотря на различные там или проекты, или финальные утвержденные нормативные документы, которые обязывают финансовую организацию отправлять данные об инцидентах в два адреса, параллельно в финцерт, там в рамках, например, 382-П и в ГОСОПКО в рамках КИИШной, тематики представители НКЦКИ четко сказали, что можно отправлять через один адрес, через финцерт. Единственное, что для этого надо уведомить НКЦКИ о том, что это сделано. И, соответственно, дальше не надо распараллеливать процессы отдачи отчетности об инцидентах в два адреса. С точки зрения финцерта был интересный рассказ про ОСОИ, про планы по развитию. Единственное, что, на мой взгляд, это отчасти обоснованно. Часть из этих вещей уже говорилось в прошлом году. Понятно, что в отличие от коммерческих организаций, у бюджетной организации всегда есть свои ограничения, поэтому многие планы не реализуются сразу, когда они озвучиваются. Поэтому какие-то вещи, которые еще анонсировались в прошлом году, реализованы только либо сейчас, либо заявлены во второй очереди. Срок реализации, который сдвинулся с 2018 на 2019 год. Но были очень интересные вещи, которые позволят автоматизировать процесс взаимодействия с ОСОИ для участников финансового рынка по отдаче информации об инцидентах, ну и, собственно, обо всех типах инцидентов, которые прописаны в СТУ-1.5. Единственное, что буквально вчера вечером у нас случилась дискуссия в парусе на тему, что делать, если все банки действительно будут отдавать весь объем той информации, который заявлен в СТУ-1.5, чисто с нагрузочной точки зрения, по тем цифрам, которые заявлялись, ну есть опасения, что у ОСОИ не справится. А это потребует от финансовых организаций, особенно крупных, создавать как бы новую инфраструктуру, которая будет держать очередь на отправку этих данных в сторону ОСОИ. То есть это такой вопрос, который, наверное, надо подумать, потому что сейчас пока ОСОИ справляется с тем потоком данных, которые туда отправляются. С точки зрения антифродовской темы, борьбы с мошенничеством, был очень хороший доклад от Артема Сударенко про возможности фит-антифрод, как они помогают финансовым организациям предотвращать финансовые потери, то есть то, что можно попробовать показать бизнесу, то есть это один из тех нечастых случаев, когда безопасность непосредственно влияет на деньги, на предотвращение потерь финансовых средств, и как следствие показывает важность и нужность службы информационной безопасности внутри финансовой организации. Но правда при условии, что фрод внутри ИБ находится. Если фрод отдельно от ИБ, это, соответственно, будет тематика отдельного департамента к ИБ, отношения не имеющего. Но во многих организациях фрод находится внутри ИБ, поэтому эта тема достаточно интересная, в том числе и в части развития фит-антифрода. Это, опять же, активная автоматизация получения фидов от фит-антифрода и автоматизация отдачи данных из АБС в фит-антифрод для того, чтобы исключить человеческий фактор и убрать задержки, которые неизбежно появляются при участии человека, который формирует эти данные и отправляет в фит-антифрод, в полуавтоматизированном или в автоматизированном, но не в автоматическом режиме. Еще одна тема – это опер-риски. Про них и в прошлом году говорили, но в этом году уже есть проект положения Банка России о системе управления операционными рисками, который 90 страниц, достаточно подробно расписывающие, что такое операционные риски с точки зрения кибербезопасности и, самое главное, как это должно управляться. То есть, если раньше были отдельные документы просто про опер-риски, там тоже самое 242P и так далее, то сейчас вот отдельный документ, в котором теме кибербезопасности, информационным и кибер-рискам уделено огромнейшее внимание, и это должно, опять же, еще один такой драйвер для того, чтобы показать важность информационной безопасности для правления банка, для исполнительного органа финансовой организации, то есть для руководства. Почему? Потому что там можно рассматривать это как дополнительные требования, которые тяжким бременем лягут на плечи финансовой организации. С другой стороны, в этом документе, во-первых, дана методика, ну, я думаю, она еще будет финально доработана, но уже можно понять, как это будет вычисляться, те резервы, которые должны быть, тот капитал, который должен быть зарезервирован на покрытие рисков, связанных с кибербезопасностью. Любой капитал, который зарезервирован, это непосредственно участие топ-менеджмента финансовой организации. Разумеется, когда я капитал забираю из операционной деятельности, это негативно сказывается на финансовых показателях. Ну и, соответственно, чем лучше я занимаюсь безопасностью, тем меньше мне надо резервировать этот капитал на покрытие возможных рисков. То есть прямая связь между безопасностью и деньгами. Редкий случай в России, по-моему, первая попытка, когда прямую ввязываются деньги и направление, деятельность, связанная с обеспечением кибербезопасности. В проекте документа, в первом проекте, который еще осенью был опубликован, говорилось о том, что он вступает в силу с 2020 года, но вот по этому слайду как бы сроги его немного сдвинуты для того, чтобы вы могли подготовиться к реализации этих мероприятий. Соответственно, в данном положении, в проекте положения отдельно прописаны требования к системе управления операционными рисками, отдельно требования к самим рискам, что это такое, какая у вас база этих рисков должна быть и так далее, ну и отдельно требования к рискам информационных систем, то, что находится на стыке айтишной и бэшной частей. Соответственно, у вас должна помимо базы инцидентов еще быть своя база событий, связанных или приводящих к операционным рискам. Ну и дальше есть такая выглядящая легко формула, которая, собственно, и определяет, сколько денег вы должны зарезервировать на покрытие рисков. Соответственно, вот от последних двух показателей, дельта и бэй, дельта оэр, как раз и будет зависеть, сколько денег вы изымаете из непосредственного операционного управления. А эти показатели зависят от того, как вы обеспечиваете информационную безопасность. Но если раньше центральный банк собирал о вас информацию только в виде 202, а потом 203 отчетности, то сейчас мониторинг осуществляется сразу по нескольким направлениям. И была очень хорошая часть, связанная с тем, как реализуется жизненный цикл ИБ с точки зрения надзора. То есть выбирается сфера регулирования, то есть кредитная организация, некредитная финансовая организация, финтех и так далее. Для них выбираются соответствующие мероприятия для включения в надзоры и определения того, как этот надзор будет осуществляться, дистанционный этот надзор, инспекционная проверка, анализ отчетности, потому что отчетности теперь разные. Это не только оценка внешняя, поскольку самооценку отменили, но оценка внешняя, состояние защищенности, это еще и оценка по инцидентам, это еще и оценка по суммам похищенных средств. То есть вот эти три параметра, они дают более-менее точное состояние и характеристику того, как обстоит дело с безопасностью внутри финансовой организации. То есть это сложно уже завысить оценку, занизить, потому что формула расчета вам неизвестна. Соответственно, Центральный банк, исходя из этого, помещает организацию, поднадзорную организацию, будь то банк, страховая, финтех, в соответствующий профиль риска. И исходя из этого, будет реализовывать те или иные мероприятия, связанные с инспекцией, с дистанционным контролем, ну и так далее. То есть такой риск-ориентированный подход не всех под одну гребенку, а тех, у кого ситуация с безопасностью хуже. Они попадают в больше прицела регулятора, чем те, у кого безопасность реализована лучше. Ну и как следствие резервирование тоже будет высчитываться, исходя из того, как в реальности обстоит дело с безопасностью, а не только от того, какой у вас уровень оценки соответствия по 382P или по ГОСТу 57580.2 и так далее. Ну и, кстати, тоже интересная фраза прозвучала и из УЗ представителей ФСБ, и в стэка в том числе, что не надо больше отправлять отчетность по стобру в ФСБ и в стэк. Многие до сих пор отправляют, потому что формально стобор не отменен, формально требования по отправке оценки, ну как бы тоже не отменены, поэтому многие раз в два года продолжают отправлять, там, начиная с 2010, вот, собственно, уже 9 лет отправляются данные. Ну, ни в стэк с ними ничего не делает, ни в ФСБ с ними ничего не делает, а вы напрягаетесь, отправляют отчетность, поэтому вам говорят, не надо это делать. У вас теперь как бы один канал, это финцерт, куда вы будете отправлять данные, связанные с отчетностью о состоянии безопасности. Отчетность возрастает, то есть если там еще несколько лет назад была только 203 форма, то сейчас у нас есть 203, 258 форма отчетности, у нас есть отчетность по инцидентам в Финцерт в рамках 382П, у нас есть отчетность, пока не отмененная по 552П, это по инцидентам в участке платежной системы Банка России, добавилась отчетность, связанная со 167ФЗ по фроду, которая как бы направляется в фит антифрод. Отчетность в госсупку, она стоит немного особняком, но про нее тоже не надо забывать, она либо будет дублироваться, либо переходить через финцерт, и соответственно этот прямоугольничек будет закрашен, отсутствует. Ну и в перспективе, после принятия положения о системе управления операционными рисками, появится еще одна отчетность, связанная с рисками. То есть отчетность по операционным рискам, по событиям операционных рисков и так далее. То есть контроль, он возрастает, но от этого никуда не деться. Об этом, собственно, Центральный банк говорит давно, на протяжении многих лет, что контроль будет только возрастать под надзорных организаций. С точки зрения стандартизации направления регулирования, Центральный банк достаточно давно определил шесть доменов развития, своего развития в части стандартизации, разработки стандартов по информационной безопасности. Вот, собственно, эти стандарты. Первая, как бы, часть с базовыми мерами по защите информации, по аудиту соответствия уже разработана. Это два стандарта 57, 58, 0.1 и 0.2. Соответственно, остается пять блоков. Это управление рисками, это использование информационных сервисов, это, соответственно, аутсорсинг и так далее. Дальше управление инцидентами. Пятый блок – непрерывность, или то, что иногда называют киберустойчивостью. И шестой блок – мониторинг и ситуационная осведомленность. То есть вот эти шесть блоков, они в перспективе до 2022 года должны быть реализованы, но по планам, которые есть в ТК-122, в первом подкомитете, который отвечает за информационную безопасность. Соответственно, кто готов участвовать в разработке стандартов, опять же, подкомитет принимает членов. Если хотите поучаствовать в том, как вас будут регулировать, не стесняйтесь, оставляйте свои заявки, будете непосредственно влиять на нормативную базу, по которой вас потом будут проверять. Ну и ближе к заключению. С точки зрения повышения квалификации, эта тема достаточно активно обсуждается последние года три. В свое время зампред ЦБ, господин Швецов, высказал идею о том, что с 2020 года будет обязательно установлено требование ко всем банковским безопасникам, что они должны иметь либо высшее образование, либо пройти курсы повышения квалификации по соответствующей программе переподготовки утвержденной Банком России или разработанной Банком России и утвержденной, соответственно, Минтрудом, там, Рособром и так далее. Но эти сроки немного сдвигаются. Понятно, что планы, озвученные ранее, постепенно эволюционируют. Соответственно, из того, что сделано на сегодняшний момент времени. Это проект профстандарта для специалиста по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. То есть о нем говорили вчера. Соответственно, на сентябрь-ноябрь этого года запланирована уже финализация всех документов и представление их в Минтруд для того, чтобы Минтруд их утвердил. Второй документ – это программа профподготовки для тех, кто хочет повышать свою компетентность в области кибербезопасности применительно к финансовой деятельности. Не просто 512 часов при получении лицензии в СТЭК либо ФСБ, а обучение, привязанное к деятельности финансовых организаций. Изначально предполагалось, что таких программ будет больше, исходя из направления деятельности финансовой организации. На текущий момент времени готова одна программа профподготовки, которая прошла экспертизу в ряде вузов. То есть 512 часов. Единственное, что пока непонятны сроки, с какого потребуется доказывать наличие компетенции в области кибербезопасности у финансовых безопасников. У кого есть высшее образование в этой сфере, тому гораздо проще будет. Ну и последнее, она может быть не имеет отношения непосредственно к деятельности всех здесь сидящих, но она сама по себе достаточно важна. Это повышение культуры информационной безопасности в стране и проведение различных мероприятий по повышению осведомленности различных слоев населения, начиная от детей младших классов и заканчивая людьми серебряного возраста, которые также достаточно активно осваивают компьютерную технику и при этом являются очень часто жертвами или целями мошенников, особенно перед Новым годом, перед 9 мая, когда начинаются всякие звонки, что вам от Собянина деньги, скажите нам номер счета, номер карты, там CVV и так далее, мы вам туда переведем деньги и так далее. То есть вот чтобы этого было гораздо меньше, соответственно, чтобы на вас нагрузка была гораздо меньше, Центральный банк в лице ДИБа, Финцерта занимается вот этим повышением осведомленности людей, которые либо уже являются вашими клиентами, либо в перспективе станут таковыми клиентами. Ну и последние несколько слайдов, это те документы, о которых практически ничего не говорилось, но вы их можете найти на либо сайте ЦБ в разделе проекта нормативных актов, либо на сайте Regulation Go-Through. Это документ по замене 552P по определению требований по безопасности на участке платежной системы Банка России. Обратите внимание, что в нем, собственно, делается отсылка уже на ГОСТ, то есть если сейчас ГОСТ для финансовых организаций, пока он есть, вступил в силу, но не является обязательным, как только этот документ будет принят, соответственно, вы уже обязаны будете реализовывать требования ГОСТа 57-58.1 с базовым набором защитных мероприятий. Для некредитных финансовых организаций идеология ровно та же самая, тоже есть уже проект, он выложен на Regulation Go-Through, его можно посмотреть, и, собственно, увидеть, что также идет отсылка к ГОСТу, который становится обязательным для реализации требований по защите. Уже в этом году это произойдет. Дальше, наверное, многие слышали о том, что Госдума приняла требования, точнее, законопроект по блокировкам, что Центральный банк получает право блокировать, досудебно блокировать сайты, которые участвуют в незаконной финансовой или мошеннической деятельности, распространяющей вредоносный код и так далее. То есть в ближайшее время как бы FinCert сможет это делать оперативнее, чем это происходит на сегодняшний момент. Дальше достаточно активно говорили на отдельной секции, и, наверное, это вас активно коснется, это вещи, связанные со взаимодействием с операторами связи, чтобы не было различных мошеннических схем, осуществляющих через подмену, клоны симок и так далее. Хотя здесь тоже есть свои нюансы. По крайней мере, когда я читал этот законопроект, у меня возник вопрос, потому что у меня есть дети, которые по закону не имеют права получить симку, они оформлены на меня, и при этом вообще у меня в семье все симки оформлены на меня, поэтому закон этот становится нелегально. То есть каждый отдельный гражданин должен иметь свою симку, а не иметь набор семейных симок. Поэтому тоже момент очень такой непростой, особенно с точки зрения оказания финансовых организаций, потому что там моей жене в любой момент могут отрубить доступ к банку, потому что она не соответствует тому, что ей предоставит или вам предоставит оператор связи, когда у вас запросят, или вы запросите информацию, кто скрывается за этим мобильным номером. Там скрываюсь я, а не моя жена. И, соответственно, номер можно сразу блокировать. И, соответственно, блокировать доступ к банковским услугам. То есть есть свои нюансы. Ну и, наконец, последнее, то, что было озвучено. Вот последний, наверное, самый важный момент, последний документ, это требования по обеспечению безопасности не для НПС, то есть для кредитных организаций, но не для тематики, связанной с национальной платежной системой. То есть если сейчас 382П касается только платежной системы НПС, то другие сферы деятельности, они не подпадают под регулирование. Ну, по крайней мере, для них нет нормативного акта, но они подпадают под регулирование ЦБ. Вот этот пробел также будет закрыт соответствующим документом, но он также ссылается на ГОСТ, поэтому реализация ГОСТа от нее вам в этом году уже не уйти никуда. Ну и финальный слайд, он, к сожалению, или к счастью, ну, наверное, к сожалению, со стороны представителя Роскомнадзора так и не прозвучал, что же делается Роскомнадзором в этой части, кроме как фраза про то, что готовится регулирование больших пользовательских данных. Я обращу внимание, что сейчас есть законопроект об ответственности оператора персданных за действия и бездействия обработчиков персданных, поэтому когда вы привлекаете ЧОП для обработки пропусков на территорию банка, когда вы привлекаете колл-центр и так далее, если вы не контролируете, как у них осуществляется безопасность, ответственность теперь может быть наложена и на вас, и на них. То есть она административная, но она появляется. Раньше со стороны обработчика никакой ответственности не было, сейчас она появляется, и также появляется в вас, чтобы вы контролировали ваших обработчиков. Ну и ходят упорные слухи, хотя официально пока это нигде не подтверждается, проведение оборотных штрафов за нарушение законодательства о персональных данных. То есть это повторение GDPR. То есть если сейчас кумулятивная сумма штрафа достигает 350 тысяч рублей по 7 составам административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.11, то Роскомнадзор хочет сделать в процентах от оборота нарушителя за нарушение законодательства о персональных данных. Такая попытка была, сделана там несколько лет назад, Минюст ее завернул, но сейчас, учитывая, что все про GDPR уже знают, и это не новость, и не новация, оборотные штрафы Роскомнадзор, говорит, до конца года они внесут законопроект об оборотных штрафах. Поэтому будет очевидно новый всплеск темы к персональным данным. Защита прав субъектов, потому что одно дело 300 тысяч рублей, другое дело 2% от оборота финансовой организации за нарушение законодательства о персональных данных. Это совершенно другая мотивация заниматься этой тематикой, которую многие уже, наверное, и забыли. Ну и в качестве финального слайда, он отчасти юмористический, отчасти очень грустный, хорошо отражает, собственно, то, что вы будете делать с точки зрения информационной безопасности. Нагрузка на вас возрастает, но если вы не сможете показать бизнесу вашу нужность, то, к сожалению, ресурсов вам выдано не будет, поэтому вы будете крутиться, как белка в колесе, пытаясь выполнить требования со стороны разных регуляторов, и ЦБ, и ФСТЭК, и ФСБ, и Роскомнадзор, и так далее, что очень важно, но, к сожалению, далеко не всегда на это выделяются нужные ресурсы, поэтому более внимательно общайтесь с бизнесом для того, чтобы доказывать свою нужность не только в виде страшилок, но и в виде тех преимуществ, которые дает реализация информационной безопасности для финансовой организации. Все, коллеги, большое спасибо за этот краткий обзор того, что было. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ